В Луневском завершилась работа выездной администрации. В последний день приема граждан осмотреть объекты инфраструктуры и услышать просьбы и предложения от жителей приехал глава округа Дмитрий Волошин. Первый объект – спортивный комплекс с хоккейной коробкой, футбольным полем и площадкой для мини-футбола, где глава встретился с тренером местной команды. Вот, смотрите, какая у нас, видите, площадка. У нас эта площадка вообще живет просто, ну, я не знаю, только на ночь. И не пользуется ей здесь. И родители играют. У нас, кстати, две родительских команды играют на первенство «Химок» 8 на 8 и аналидируют, между прочим. Прекрасно, отлично. Ну, мы видим, что, конечно, ее тут надо ремонтировать, безусловно. Регулярно в секциях здесь тренируются более 300 детей – лыжники, теннисисты, футболисты, легкоатлеты и многие другие юные спортсмены. Тренер футбольной команды обратила внимание главы на некачественное освещение. Лыжники тренируются в темноте. Ну, как в темноте, вечером я имею в виду. Нужно обязательно опорой предусмотреть освещение, вот о чем вы нам сказали, по кругу, чтобы было. Стадион – место притяжения не только школьников, но и людей постарше. Например, участники клуба «Активное долголетие» регулярно посещают здесь тренажеры. Не пустуют и столы для настольного тенниса. Стадион вполне уютный, так сказать, светлый. Очень удобный. Разделал, правда, не хватает. У них погода. А так очень хорошо. И ладно, недалеко от дома, комфортно. На хорошем счету стадион и у лыжников, которые проводят тренировки здесь и в летнее время. Для Лунева это даже суперски. Тут асфальт ровный на стадионе. Есть спортивные принадлежности, тренажеры. И в целом даже все устраивает. Ну, хотелось бы, кстати, такие дорожки резиновые, типа, для бега. Дмитрий Волошин отметил, что по просьбе жителей этот спортивный комплекс ждет модернизация. Уже в этом году обновят площадку для мини-футбола. Капитальный ремонт хоккейной коробки и футбольного поля включат в программу «Спорт Подмосковья». Я все понял. Спасибо большое. Все. Договорились. Ну, сейчас вам это сделают. И мы тогда на 2024-2025 год поставим на реконструкцию целиком ядро. Далее глава химок встретился с местными жителями многоквартирных домов. Люди обратились с просьбой включить дворы в программу комплексного благоустройства на следующий год. А также подключить дополнительные камеры «Безопасный регион». Конечно, хотелось Дмитрию Владимировичу обладать с этим вопросом, чтобы это ускорить. Потому что в наше время без камер нельзя. Дмитрий Волошин отметил, что в этом году в Химках будет установлено дополнительно 2000 камер видеонаблюдения, которые обезопасят детские контейнерные площадки, стоянки и улицы. Не обойдут стороной и Луневская. Безопасность самая важная для нас. Это подъезд, двор. В этом году здесь проведут ямочный ремонт вблизи домов номер 2 и номер 7 и установят новую контейнерную площадку у домов номер 3 и номер 7. Работы завершат этой осенью. Это недавно сделано. Такого не было. Это вот были ураганы здесь. И у нас и деревья поломались, и тут же сразу все убрали. Нет, сейчас убираются очень хорошо. Луневский парк – еще один важный объект для многих жителей. Люди обратили внимание на его содержание. Отмечают, что необходимо заменить скамейки и элементы детских площадок. Добавить, может быть, какие-то пару качелей и заменить лавочки, потому что лавочки не очень хорошие в состоянии. И хотелось бы, чтобы покрасили, может быть, что-нибудь как-то, ну, потому что уже старая краска уже облезла. Обслуживание зоны отдыха закрепили за специалистами объединенного городского хозяйства. Дмитрий Волошин отметил, что сквер включат в план благоустройства на 2024 год. Ну, надо просто порядок. Июж, проблем здесь. Маленькая территория. Далее Дмитрий Волошин проверил состояние Дома культуры Лунева. В рамках выездной администрации жители обращались с просьбой о ремонте входных групп. К работам приступят уже в конце лета. Очень рады вам, что вы нас навестили. Это же наша работа, да. В следующем году мы приедем и как раз посмотрим, как будет благоустраиваться. Можно к вам обращаться? Конечно, пожалуйста. Всегда. Я на месте. Рады вас? Всего доброго. Всего доброго. Поселение Луневское вместе с Кутузовским в начале 2023 года стали частью городского округа Химки. По инициативе главы Дмитрия Волошина, первые выездные администрации этого сезона проходят на новых территориях. За шесть дней в Лунево более 300 жителей обратились с вопросами в сфере ЖКХ, благоустройства и транспортной инфраструктуры. Все обращения на контроль у специалистов администрации города. Ну а 24 июля выездная администрация начала работу в Кутузовском по адресу деревни Брехово, дом 78А. Прием жителей проходит ежедневно до субботы с 9 утра до 18.00. Александр Сергеев, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.